Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». РГГУ просто крайне приятный, красивый человек, очаровательная женщина. Евгения Долгова. Евгения, добрый день. Спасибо, что пришли. Мы вас ждали сегодня. Здравствуйте. У нас тема такая заявлена сегодня. Ученые. Жизнь после революции. А почему именно после революции? Вот такой отрезок мы берем. Мы берем, в принципе, довольно актуальный отрезок, потому что если мы говорим о революции, под революцией мы понимаем, конечно, коренной переворот. И, в частности, если мы говорим о революции, это не только 1917 год, но это и революция в науке, которая соотносится, прежде всего, с началом Первой мировой войны и изменением в системе научного знания, которое произошло. Поэтому, если мы говорим о революции, мы говорим о революции в науке, которая продлилась весь XX век и плоды которой мы получаем, в принципе, до сих пор. Слушайте, но плоды-то там огромные были, потому что совершенно уникальные проекты, даже вот создание вот этих вот так называемых морей, да? Мегакомплексы, моря, лаборатории и прочее. Я недавно просто смотрела вот фильм, Малога, да, город назывался? Может быть, да. Затопление. И там вот прям было подробно расписано, какой это был грандиозный проект, как это было смело взять вот так вот города затопить водой. Никто ведь не знал, как это будет функционировать. Конечно. Они же делали, и это заработало. Конечно. Дело в том, что появляются мегакомплексы, появляются планирования, появляются стратегические направления науки. И по факту у нас в 20 веке появляется наука как мегапроект, который решает прокладные практические задачи, и который ставит какие-то действительно фантастические интересные цели. А вы знаете, как интересно? Получается, ведь после такой вот революции рабочий класс поднялся, да? А среди рабочего класса там же не было научных сотрудников. То есть что за научные сотрудники тогда работали вот на благо нашей страны в тот переломный момент? Переломный момент. Вы имеете в виду после 1917 года? Да, если мы говорим о политических событиях, то, конечно, после 1917 года по факту продолжали работать те же старые кадры, которые и работали. Была большая проблема, действительно была поставлена задача выявления из пролетариата, из крестьянской среды тех, кто мог создавать науку. Но проблема заключалась в том, что их было не так много, поскольку сама идея аспирантура была не так популярна среди рабочих масс. И кроме того, в принципе, в аспирантуру шли те же старые кадры, которые были до революции. Если мы посмотрим на их социальное происхождение, то можно отметить, что оно практически на 70% является дворянцем, дворянами. Они являлись дворянами, потому что по факту ученые выходили из той же интеллигентной, интеллигентской среды, в которой и были. А я бы хотел от Валерии вопрос дополнить, мне кажется, ты вот о чем говорил. Ведь в связи с революцией, я могу ошибаться, поправьте, если что, интеллигенция, она же все-таки как-то подуехала, да? И в Европу, и в Париже многие были. Ну вот, получается, те, кто был полезен, на кое-каких условиях остались. Вот интересно, да? Безусловно, безусловно. И вы, конечно, говорите о русском научном, о российском научном зарубежье. Это отдельная очень интересная тема о том, кто уезжал после 1917 года. Безусловно, это большая волна. Но мы не должны забывать, что многие из тех, кто уехал, буквально через несколько лет вернулись, поскольку они не смогли найти нужного финансирования государства на свои проекты. А проекты были большие, значимые и требовали колоссальных финансовых вложений. В частности, я имею в виду Владимира Вернацкого, который уехал, по факту не получив финансирования у Рокфеллера в Ельском университете. Он получил лишь какое-то небольшое финансирование в одном из частных фондов. И уже в 1926 году он вернулся. И по факту его большая академическая карьера состоялась уже здесь. То есть далеко не все из эмигрантов, кто уехали, они нашли применение там. Но многие действительно состоялись. Например, мы говорим о Петериме Сорокине, который уехал, и по факту его карьера сложилась там. Он известен как основатель американской версии социологии. А вообще странно, что у Вернацкого не сложилась карьера там, да? Ведь это же величина мирового уровня абсолютно. Безусловно, да. Безусловно. Дело в том, что Вернацкий не нашел финансирования. Еще здесь нужно учитывать тот аспект, что многие из этих ученых к 1917 году уже крупной величины, они находились в достаточно серьезном возрасте. В частности, Иван Павлов. На момент революции ему было уже 68 лет. И он когда обращался, по факту, он действительно была попытка, скажем так, он говорил о своем желании мигрировать, но опять же в 72 года он не нашел финансирования. То есть, в частности, насколько я помню, во Франции отметили о том, что, наверное, в 72 года он же не сможет возглавить самостоятельную лабораторию. Но, тем не менее, Павлов проработал благополучно в Советском Союзе, Иван Павлов, до 89 лет. Это очень трудно. Безусловно. Конечно, конечно. Друзья, давайте мы сейчас прервемся. У нас в гостях Евгения Долгова. К вам вернемся через несколько минут и обязательно продолжим. Друзья, у нас продолжается программа «Наука и технологии». В гостях у нас Евгения Долгова. Мы продолжаем наш замечательный и удивительный разговор. Мы вот на самом интересном месте прервались. То есть, они возвращались к нам, чтобы получить финансирование. А откуда в нашей стране, которая, как мы знаем, была очень ослаблена Первой мировой войной, нашлось финансирование на все эти грандиозные проекты? Хорошо, хорошо. Я чуть добавлю. Они и Валерий имел в виду ученых, которые уехали перед революцией. Да, иммигранты. Часть из них, действительно. Но здесь я хочу сказать, что, конечно, мы не можем говорить, что они возвращались только за финансированием. Безусловно, они хотели вернуться на родину и все-таки двигали какие-то и патриотические чувства, в первую очередь, наверное. Но вопрос в том, что действительно вернувшиеся ученые во многом, конечно, были прагматичны. И они понимали, что финансирование они получат только в Советском Союзе. Тот же Вернадский писал о том, что в Советском Союзе созданы колоссальные условия для научной работы в лабораториях. Здесь нужно это подчеркнуть, что речь идет о ученых естественного профиля. Откуда финансирование? Дело в том, что после 1917 года изменилась сама система организации научного знания. До 1917 года научное знание носило, скорее, характер частного занятия. И средства на финансирование изыскивались, в том числе, из частных фондов, изыскивались, в том числе, из каких-то государственных пожертвований, но они были нерегулярных характер. С 1918 года возникает система государственного контроля над наукой. И государственного финансирования науки. Дело в том, что это было связано с так называемой сциентистской политикой больших веков. Что такое сциентизм? Это направление в науке, которое, прежде всего, ставит своей задачей развитие научного знания и научное знание как ценность. Дело в том, что Россия вступила в Первую мировую войну с 70% неграмотным населением. Это хорошо известно. В Австрии, которая считалась на тот момент отсталой, было всего 50% неграмотного населения. И именно в связи с этим, с 1920-х годов, начинается политика ликвидации безграмотности, начинается внимание к наукоемким технологиям, вообще внимание к научному знанию. Популяризируется роль ученого. И очень часто ученый выступает на страницах популярных журналов. Появляется и широко распространяется жанр советской научной фантастики. Такой замечательной и потрясающей, например, такой, как «Собачье сердце». Перездаются романы «Красная звезда», Александр Богданов, инженер Мэнни. И глава профессора Доля примерно до этих же годов. То есть, если сейчас все мечтают быть рок-звездами, тогда все мечтали быть учеными. Мечтали быть учеными, действительно. Вот такая замечательная мечта — стать ученым, чтобы изменить мир, чтобы завоевать пространство, создать нового человека, чтобы покорить энергию новую, выработать и так далее. Откуда деньги? Деньги на вот такую замечательную романтическую мечту действительно давало государство. И был создан при наркомпросе, был создан научный отдел, который занимался рассмотрением, как бы мы сейчас это назвали, грантовых заявок от ученых, которые подавали на научные проекты и предлагали создание каких-то лабораторий, институтов, обосновывая всячески свой проект. И при этом очень интересно читать обоснования этих проектов. Как обычно считают, что ученый должен был писать о том, что он верен большевистской партии, что он поддерживает марксизм. Ничего этого мы не находим. Ученые пишут о том, что их проект будет важен, будет иметь международное значение, о том, что он будет прикладным, о том, что он поможет беспризорным детям, о том, что он поможет возродить сельское хозяйство после гражданской войны. И такие цели действительно ставились. И именно эти прикладные проекты поддерживались большевистским правительством. В частности, так был создан Институт по изучению мозга и психической деятельности Владимира Бехтерева. Ух ты. Вот, кстати, у него недавно был день рождения позавчера. Да, 1918 год. Поздравляем его. Он замечательный. И у него действительно очень славная судьба. Слушайте, революция 1917 года — это было хорошо. Как-то все... Мои стереотипы ломаются. Я не знаю, что делать. Вот, как раз мы недавно говорили о том, что нас все время как-то вот информацией учат. Это сначала, что было хорошо, потом, что было плохо, потом опять хорошо. И сейчас мы сидим и поражаемся на какой был размах, да, вот у науки. Но это лишний раз говорит о том, что тема настолько неоднозначная, да, и не просто черная и белая, а там столько оттенков всяких было. Конечно, конечно. В том числе и в научной среде. Это было совершенно неоднозначное. Революция 1917 года — это очень неоднозначный процесс, который смешало все в себе. Ну вот я так понимаю, что не требовали от ученых, так как они все-таки были уважаемыми людьми, какой-то вот прям слепой преданности, вот идеологии. Но, тем не менее, на каких условиях они возвращались? Понятно, что они получали гранты, а вот с точки зрения, не знаю, квартиру им давали, что-то им предоставляли, то, что было у них в дворянской жизни до этого. Спасибо. Вы затронули, на самом деле, очень болезненный вопрос для науки сейчас, для современного. Евгения, вот поскольку вопрос болезненный и очень важный, давайте вы на него ответите. Да, вот чуть-чуть попозже, а прямо сейчас мы прервемся, друзья. Напомню, у нас в гостях сегодня кандидат исторических наук, доцент-заместитель руководителя Центра междисциплинарных гуманитарных исследований РГГУ Евгения Долго. Небольшой перерыв, минуточки три, да? И мы вернемся и продолжим. Давайте. Вместе всем хочется узнать, так на каком же, на каких условиях оставались ученые из интеллигенции, из дворянства в России, которые уже захватили, ну как захватили, так сказать, пришли к власти большевики? Ну, к кому захватили, Валерия, к кому и пришли даже. Дело в том, что да, если мы говорим о положении ученых в Советской России, конечно, мы должны сказать о том, что оно было дифференцировано. В частности, существовала так называемая Центральная комиссия по улучшению быта ученых, она действовала с 21 года, которая разделила всех ученых на пять разрядов. Далеко не всегда ученые жили хорошо, безусловно, это так. И в частности, там существовала и политика уплотнения, и выселения ученых из их квартир и так далее. Но дело в том, что вот эти пять разрядов, на которые разделила ЦКУБУ категория ученых, среди них был пятый и четвертый разряд. К ним относились так называемые ученые мирового значения и выдающиеся ученые. Для них действительно в Советском Союзе были созданы все условия. В частности, например, работам Ивану Петровичу Павлову, нашему знаменитому физиологу, был посвящен специальный декрет наркомпроса, декрет СНК об условиях, обеспечивающих его работу. И в частности, для него был выделен специальный продуктовый паёк, усилены. Действительно, у него были совершенно исключительные условия жилищные. Более того, всячески оберегались даже сотрудники в лаборатории. Широко известна такая научная байка, что когда однажды Павлову для его собак, его собакам мешала рядом проектируемая улица, шум с проектируемой улицы, было создано обращение, после этого дорожное движение перенесли в другое место. Вот такая замечательная история в Петрограде. И всё это было сделано для собак Павлова, для того, чтобы не мешать знаменитому физиологу работать. Как же жили другие учёные? Те, которые не были учёными мирового значения, пятой и четвёртой категории. Дело в том, что у них существовало право, так называемое, на самоуплотнение. Когда они могли по факту вселять свои квартиры, свою прислугу, своих родственников, и тем самым не вселять, конечно, а могли прописывать. И тем самым у них существовала возможность действительно наличия излишка площади. Кроме того, отдельная жилплощадь, отдельная комната предоставлялась им как лаборатория, как кабинет. И я думаю, что хорошо вы помните историю с собачьим сердцем, когда домком приходит выселять профессора Преображенского. И по факту домкому даже нечего предъявить профессору Преображенскому, кроме того, что он живёт один в семи комнатах, и он негодяй и совершенно никак с моральной точки зрения не может вообще способствовать революции. На это профессор Преображенский объясняет им, что восьмая комната нужна ему для библиотеки, а жить он будет один в семи, потому что он привык иметь столовую. Вот, конечно, это немножко утрировано, и Булгаков всё-таки писал свой роман как литературное произведение, но по факту действительно ситуация могла быть иногда и такой. У кого же по факту существовали проблемы? Как ни странно, проблемы существовали у так называемых красных профессоров. Дело в том, что те люди, которые действительно из рабочей среды, из крестьянской среды, оказались вовлечены в научную карьеру, те, которые были мобилизованы на обучение в так называемом институте красной профессуры, вот им на самом деле приходилось довольно тяжело, поскольку они были оторваны от семьи, они приезжали в Москву, их селили в общежитии, причём далеко не всегда они в Москву хотели ехать. Их селили в общежитии. В общежитиях им очень часто не хватало койко-мест. Да ладно? Да. И вот этим красным профессорам, которые как раз и демонстрировали свою приверженность марксизму, очень часто через суды и милиции выгоняли на улицу, они скитались, и у них действительно не было ни семи комнат, ни библиотеки, ни лаборатории, а была надежда на то, что у них вообще останется какое-то койко-место для того, чтобы они могли жить. Дело в том, что, как ни странно, почему-то после 1917 года сработал так называемый эффект Матфея, который формулируется следующим, это из Библии такая красивая цитата, и довольно спорная, может быть, по «Войне мира» вы её помните, о том, что у неимущего будет дано, неимущего отнимется, а имущему будет дано. После 1917 года остатки жилплощади и корпоративной связи остались у тех учёных, которые согласились работать с Советским Союзом, с Советским правительством, и у которого они были до революции. Учитывался статус учёного. Обидеть Павлова, первого Нобелевского лауреата России, невозможно было. Конечно. Ой, давайте прервёмся. Да, давайте на несколько минут, и, как обычно, через какое-то время вернёмся к вам. Ну что, продолжаем разговор. У нас, вы знаете, был такой момент, когда вы говорили о том, что вот профессор преобраз женский собачье сердце, а также научная фантастика, и насколько я знаю, а мне просто вне эфира уже об этом рассказали, что многие моменты, отражённые в научной фантастике, они ведь и в реальной жизни имели место быть. Да, действительно, 20-е годы — это время совершенно крайних научных экспериментов, иногда ограничившихся с какой-то крайней формой научного знания, почти ненаучного знания. Но в частности, например, в 1918 году в том же Институте по изучению мозга и психической деятельности вполне серьёзно ставили себе эксперименты по телепатии. И ставил их Владимир Бехтерев со знаменитым дрессировщиком Дуровым, и более того, из 278 экспериментов неудачными было признано порядка 200 всего. Слушайте, а очень интересная штука, потому что режим-то, мягко говоря, был не самый лояльный в мире, но тем не менее позволялись вот такие вольности учёным. Конечно, потому что... Телепатия — это ещё как цветочки, да, потому что мы говорили совершенно о другом даже. Более жёсткие вещи, когда там и голову пересаживали, пытались. Ой, нет, ну давайте сначала про телепатию, пожалуйста. Давайте. То есть, получается, всё-таки телепатия работает? Не факт. Телепатия не работает, но по отчётам, по документам в Вехтерево получалось, что да, работает. Ну, конечно же, учёные очень часто выдают желаемое за «действительно». И, конечно, тоже поведение собак далеко не всегда находило верную трактовку. Но, тем не менее, эти опыты действительно существовали и проводились. Существовали и другие институты, тоже не менее замечательные эксперименты. В частности, если мы говорим о крайних экспериментах, мы, конечно же, должны вспомнить опыты Сергея Сергеевича Брюханенко, опыты, знаменитый по пересаживанию голов собакам. Опыт также появился во времена, скажем так, его мечта о человеческом бессмертии, а именно это лежало в основе, появилась у него на фронтах Первой мировой войны, когда он был на фронте Первой мировой войны. И после 1914 года, после 1917 года Брюханенко получил возможность работать и в Институте экспериментальной медицины, и в частности, как раз там проводились опыты по пересаживанию голов собакам. В 1926 году пересаживания голова собаки была продемонстрирована научной общественности. Более того, широко известно письмо Бернарда Шоу, знаменитого фантаста, которому он отозвался на опыт у Брюханенко. Более того, прибор Брюханенко, который он назвал автожектор, который представлял из себя, скажем так, как это была система искусственного переливания крови, он был запатентован за рубежом. И мы имеем даже патенты на автожектор, которые были получены еще в 1929-1931 годах, насколько я помню. Слушайте, простите мне мою необразованность, а вот эта вот голова пересаживания, которая была продемонстрирована, она функционировала? Она функционировала, она жила 20 минут после того, как ее отделили от тела. То есть, по факту, голова собаки, сначала собака была убита. Не гуманна. Нет, не гуманна. Совершенно, конечно, наука в 20-е годы, скажем так, проблемы моральной оценки, конечно, ее стоят. Но действительно, собака была сначала убита, а потом оживлена. И голова действительно функционировала 20 минут. То есть, это была попытка действительно преодоления клинической смерти. А позднее, уже после войны, был даже по факту выпущен фильм о работе Брюханенко, где демонстрировались выжившие собаки. И прошедшие уже клиническую смерть, то есть убитые и оживленные. Она сказала, что это было правдоподобно. То есть, это правда было, стопроцентно? Ну, абсолютно, конечно. Да, конечно. Евгения, а вы сказали, что Бернард Шоу отреагировал? Да, да. То есть, это все не в закрытом режиме велось? Нет, это велось совершенно, конечно. Совершенно открытые эксперименты, да? Не секретные какие-то? Нет, это, конечно, были никакие не секреты. Это более того, и даже существуют фильмы. И в тот момент действительно это пропагандировалось, пропагандировалось как достижение советской науки за рубежом. И Бернард Шоу отреагировал, поскольку он знал об этих опытах. И в печати об этом тоже сообщалось. Мне кажется, молодежи как трудно понять, что это было на самом деле. Так же, как и слова «усильный паёк». «Усильный паёк». Я сейчас просто нахожусь в таком волнении, потому что мы постоянно с Владом, когда вот новости науки и технологии даём, там вот что китайцы сейчас там с итальянским доктором, они будут пересаживать головы. И такая подаётся сенсация, как будто это впервые в жизни, они вообще на это позарились. А мы уже всё это сделали. Конечно, конечно. Почему очень давно, сто лет назад практически. А почему мы не можем это сейчас всё возродить? Давайте мы сейчас прервёмся и ответим на вопрос, почему мы это не можем возродить. Совсем очень скоро. Или можем. «Наука и технологии». На телерадиоканале «Страна.ФМ». Ну можно вот прямо сейчас вот так вот, не расплываясь мыслью подреву, ответить всё-таки на мой вопрос. Если есть эти документы, если всё это в докладах где-то лежит, я не знаю, пылится или уже как-то отформатировано в компьютерной технологии, почему мы этим не пользуемся? Почему китайцы, а не мы, голову пришиваем? Ну, дело в том, что если мы говорим о том, что мы не пользуемся, нет, это не совсем так. Дело в том, что те же самые идеи Брюхоненко, они легли в основу трансплантологии органов. Если мы говорим о таком замечательном проекте, как, например, Институт крови Александра Богданова, который появился в 1926 году, и который сводился с целью которого был обмен крови между здоровыми и больными членами общества в качестве для того, чтобы они выздоровели, для того, чтобы выздоровели больные, а молодые получили, а здоровые получили мудрые старые, то мы должны сказать о том, что, конечно же, эти идеи имели прикладное значение. В частности, от этих крайних научных фантастических проектов был совершен переход вполне нормально функционирующему научному знанию. Так, Институт крови Богданова, он стал по факту Институтом по переливанию крови, а его значение уже во Второй мировой войне довольно сложно переоценить. И те же самые идеи Брюхоненко, конечно, это очень полярно отрезать головы и пришивать новые, но по факту это та же трансплантация органов, да, действительно, это попытка поиска пути к бессмертию. А вы знаете, у меня сейчас теория заговора во главе сформировалась. Я подумала, может быть, и телепатия на самом деле работает, и все об этом знают, просто нам не говорят. Слушайте, а потом, во-первых, вы сказали, а во-вторых, сколько хороших книг было написано научно-фантастических? Замечательно, конечно, конечно, действительно, 20-е годы расцвет научной фантастики. Ну вот он, да-да-да, мы просто часто повторяем вот эту цифру, что 20-е годы расцвет научной фантастики, расцвет науки, а вот потом-то немножко ситуация, она же как-то усугубилась. В 30-е годы, вы имеете в виду? Да, безусловно, и, конечно, мы не должны, когда мы говорим с такой позитивной и мажорной нотой о 20-х годах, о сцентистской политике большевиков, о значении большевиков для науки, то мы, конечно, не должны забывать, что в 30-е годы существовали, и в годы Второй мировой войны существовало такое явление, как шарашки. И, конечно, ни с какой позитивной стороны их уже расценивать нельзя. Существовали, конечно, и репрессии в отношении ученых. То есть здесь мы не должны, конечно, ставить какие-то однозначные акценты, и, безусловно, их не может быть. О, Евгений, а можно подробнее для тех, кто не знает? Мы тоже за эфиром чуть-чуть обговорили, да, эту тему. А что такое шарашки? Вот многие люди не подозревают даже, что это что? Это ученых загоняли насильные? Нет, ну, шарашки — это искусственно созданные лаборатории. По факту, когда репрессированные ученые, действительно, их заставляли работать в лабораториях, для них существовали особые условия труда, но, тем не менее, все равно они были репрессированы, они находились в местах заключения. Но это наверняка были и закрытые, и секретные лаборатории какие-то, да? Да, да. Может быть, где-то делали то, чего как бы и об открытой не очень надо делать. Конечно, конечно, и в закрытых, и в секретных лабораториях проводились многие проекты. Шарашки хорошо изучены, они интересные темы. А где-то пошло выражение «шарашки на контору»? Это лингвистический вопрос. Этимологии этого слова сложно понять, что надо покопать. Ну, ладно, хорошо. Так, а вот можем мы сейчас как-то, я не знаю, не то чтобы подытожить, потому что подытоживать нам еще рано, все-таки общее значение вот этой вот революции в науке для нас сейчас. Да, 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 конечно. Что сформировала революция в науке в 20-е годы? Прежде всего, она поставила задачу на существование науки как прикладного знания, которое ориентировано на общество и на его повседневные актуальные проблемы, которые перед ним стояли. В частности, на педагогику, на экономику, на другие проекты. Второй момент, который важен, очень важен, действительно вопрос о социальной функции ученых. Кто такой ученый? Ученый – это тот, кто изучает науку для самого себя, либо ученый – тот, кто изучает науку для общества и для государства. В-третьих вопрос, конечно же, это вопрос о коллективных формах труда. Вопрос о том, что ученый – это не тот, кто изучает в одиночестве, а тот, кто работает в сотрудничестве с своими коллегами, тот, кто работает в коллективе и тот, кто работает в лабораториях, в частности. И, с другой стороны, и здесь очень близко стоит проблема междисциплинарности, потому что все проекты 20-х годов были междисциплинарны, если мы можем использовать вот этот современный термин, может быть, не очень удачен, но они действительно были открыты к другим областям знания. Медицина пересекалась социологией. Так появляется, по факту, коллективная рефлексология Петерима Сорокина. Замечательно. Медицина пересекалась с историей, медицина пересекалась с психологией и прочими вещами. Очень замечательный биомедицинский дискурс эпохи. Конечно. Ну, то есть мы можем сказать, что сейчас у нас в нашем современном обществе, в нашей современной России, я жду, что ты мне поможешь, а ты меня не понимаешь. Ладно, давайте прервемся. Вот об этом, Валерий, я хотел сказать. Друзья, у нас Евгения Долгова в гостях. Через несколько минут программа «Наука и технологии» продолжится на стране «ФМ». Будьте здесь. Номер два. Я сформулировала свой вопрос в своей блондинейской голове. У меня все получится. Соберись, Валерий. Итак, вот сейчас в современной России мы все чаще обращаемся к позитивному опыту уже прошлых эпох. То есть мы берем все самое лучшее, что было там, и воплощаем это в современной реальности. Можно ли сказать, смотрите, какие умные слова, пожалуйста, оцените, Влад Кутузов. Можем ли мы сказать, что сейчас у нас в России очередной такой виток научной революции происходит? Ну, скажем так, действительно сейчас условия, когда мы... Похоже, очень многие реалии. Действительно, опять наука приобретает характер прикладного значения, нужно прикладного знания, которое необходимо обществу. Действительно, сейчас опять ставится вопрос о государственном регулировании, о государственном заказе, если мы говорим о роли науки. Действительно, ставятся задачи коллективных исследований, междисциплинарных исследований, мегагрантов, если мы их так называем. Действительно, есть похожие сюжеты, очень много общего. Но вопрос о том, что действительно вот здесь то, что прозвучало, наверное, то, что наука не может двигаться без революции в научном знании, необходимое. Слушайте, ну и в конце концов, в прошлом году мы отметили 100-летие Великой Октябрьской революции. Ну что же о многом говорили. Но я так понимаю, что всё равно всё было заложено как раз в 20-х годах, когда у всех было вот это романтическое настроение, что сейчас они горы сдвинут. Так вот тогда так, не все же всё равно хотели, я не знаю, работать над тем, чтобы картошка лучше уродилась, понимаете? Конечно, да, безусловно, я с вами согласна. И здесь вы выходите на очень важную проблему. Как выживать учёному, который не вполне хочет соответствовать? Который хочет изучать те же испанские пьесы Кальдерона и который не хочет изучать сельское хозяйство? Действительно, это большая проблема. И проблема его адаптации к научному сообществу, проблема его ломки внутри себя, проблема его встраивания в работу лаборатории, в работу коллектива. Далеко не все рабы умеют работать в каких-то действительно исследовательских коллективах, потому что научный труд, он всё-таки индивидуален. И вот эта проблема заставляет такую, скажем так, важную часть исследования адаптационных процессов в российской науке в 20-е годы, когда наука должна была измениться. И как она изменилась, мы видим это. Слушайте, ну сейчас-то хорошо, у нас таких проблем совершенно нет. Вернее, у нас-то их вообще в принципе нет. Нет, они есть. У вас их тоже есть? Есть, конечно, да. То есть вы тоже сталкиваетесь с тем, что вам говорят, что нужно исследовать, вместо того, чтобы вот... Нет, нет, нет. И на самом деле вопрос госзаказа, конечно, не стоит. Вопрос заключается в том, что, наверное, каждый учёный решает его внутри себя. Чем ты должен заниматься? Хочешь ли ты заниматься чистой наукой? Либо ты хочешь заниматься тем, что какой-то практической деятельностью? Либо ты хочешь быть полезным? И мне кажется, это вопрос какой-то личной ответственности внутри себя. И вопрос о том, что... Ну, ответ, возможно, разный. Можно заниматься... Евгения, у меня короткий вопрос и короткий ответ хотелось получить. А как вы лично считаете, вот какие учёные максимально продвигают мир вообще, да? Приближают его к будущему? Люди, которые продвигают собственные идеи, сидя в одиночке, ну, с помощниками, конечно, да? Либо люди, которые работают вот по заказу, там, госзаказ и так далее и прочее? Вы знаете, мне кажется, что по заказу без страсти работать невозможно. Что самое главное в науке – это проблема любви к науке. Это проблема страсти к науке. Это проблема научной страсти. Это проблема научного поиска. А наука – это же творчество? Конечно, это творчество. И по факту я не верю в то, что можно дать заказ, и человек, который не хочет заниматься наукой, не верит в свою идею, что он может этот заказ получить, и что он не может его выполнить хорошо. То есть, мне кажется, это вопрос творчества, прежде всего. У нас так мало времени осталось, а всё-таки хочется, так сказать, немножко конкретики. Вот расскажите, пожалуйста, у вас в вашем Центре междисциплинарных гуманитарных исследований РГГУ как строится работа. Вот по велению сердца. По велению сердца. У нас 30 секундчик осталось, к сожалению. Да, у нас по велению сердца, потому что по факту мы произошли от великого русского учёного Юрия Валентиновича Кнорозова, который расшифровал язык майя. И расшифровал он его, находясь в Ленинграде, в послевоенном, никогда не выезжая в Мексику, никогда не выезжая в Латинскую Америку. И что его двигало, наверное, именно научная страсть. И только благодаря научной страсти, научному вдохновению это удалось сделать. Такой мегапроект. Мы занимаемся совершенно интересными прикладными вещами, такими, как, например, история наука и история национальной науки. Я думаю, что все подробности можно узнать на сайте. Огромное спасибо. Я напоминаю, что в гостях у нас была Евгения Долгова. Это был час, который пролетел просто вам. Спасибо, до свидания. На телерадиоканале Страна.ФМ